Я не знаю, как я вам его ответил, потому что мне ответить нечего. Ваше что-то связывает с обороной промышленности? Если связывает, ну, вы, может, не отвечали, может, вы что-то там открыли секретное. И как вы относитесь к... Вот такой вопрос есть. Наверное, он имеет право сестра, да, или нет? Меня связывает, ну, так, по-моему, шутя, если отвечать, связывает. Форм, которую мне подарили, когда спросили, как... Поскольку мне, значит, приняли в совет, общественный совет... А-а-а, так, 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 и потом мы были звонки на ему, помощнику, и, значит, спрашивали размер, там, размер, ну, вот, и спросили, а какую он хочет форму? А я видел в Кремле на каком-то празднике давно, видел Шойгу. И он был в форме, ему так идет форма, она шикарно сшита. Я сказал, ну, вот как у Шойгу, можно с погонами тянуть? И мне это, значит, привезли, привезли, там, директору симфонических оркестров, и как-то у меня была бессонница, я, что, например, я пошел, взял, открыл этот пакет, померил, вы увидели. То есть я увидел в зеркви такого счастливого дебила, идиота, нет? Я смеялся, но и в то же время, потом мой сын увидел, я так понял, что он не хотел меня возвращать. Ну, там, 20 лет сейчас, вот, шикарная форма, но это ладно. А на самом деле, в целом отношении к обороне, ну, слушайте, ну, это в любом государстве нужно уважать, если у тебя есть обороны. А тем более, тем более, вот, в сегодняшние дни, когда это такой достойный человек, по-настоящему, в общем, берется за свое дело, как министр обороны. Поэтому, когда мы спросили, я дал согласие, с удовольствием, я знаю, я с ним знаком. Тут есть еще рост технологий, которые я бы хотел бы, ну, похвадить. А рост технологий вообще нашей, нашей, по-моему, семье, это, наверное, надо? Если мы сейчас вот это говорим, что они поделены, мы очень дружим, они поддерживают и, там, юбилейный концерт в Москве, и здесь, и в Турне, и так далее. Поэтому мне надо говорить, и не надо стесняться, потому что у нас, у нас все, как маятник, знаете, называешь кого-нибудь, ну, это реклама уже, ну, там мне говорят, курите, ну, курите, только пачку мне показывают. Значит, это, потому что я достаточно пачка, а там, говорит, Марк говорит, да? Вот, нет, нет, это очень серьезно, и почему нужно стесняться этого, понимаете? Ну, есть люди, общественно открытые, белигии, ну, такие, как, например, политические, даже открытые, такие, как Ростропольный, Сислав Микольдович. Значит, я много с ним выступал, общались, мы дружили. Ну, вот он очень активно был в общественную жизнь, так скажем. Если вы помните, он с Рейтлингом, значит, спорил, чего, у кого больше, вот, ну, то, говорит, у меня, вот, там есть дача, то, говорит, у меня тоже, там, у меня машина Ростропольская, он, говорит, ну, у меня Бэнтли. То, говорит, а у меня, и, ну, получилось, что побеждает, побеждает все-таки Рейтлинг, Рейтлинг. И, в конце концов, поступает Рейтлинг. А у меня Садовник, лауреат Нобелевский премиум. У тебя нет. Понимаете, а, ну, а с другой стороны, Рейтлинг, которого никто никогда, никаких интервью не слышал, не видел. Ну, только вот, был очень хороший фильм, еще советский, по-моему, Золотов. Я не помню, режиссер, он, или вот он, этот фильм, в телевизионной оритере. И вот, в самом конце жизни, фильм французский. Очень талантливый, мне кажется, сделан, но не совсем соответствует, вот, в общем, характеру и вообще человеку Рейтлинг. Ну, потому что он уже там, в факте, как-то так, упаковал, что получился документ Риктор. Я ему даже вынужден не буду это сказать, автору. Потому что, я говорю, гениальный фильм у вас про, не скажу, пианист. Глент Гуль, гениальный фильм, но теперь, после того, как я увидел прекрасный фильм о Рикторе, я бы хотел познакомиться с Глент Гульом. Совершенно другая история. Риктор в конце фильма, это подкупило всех, весь мир, он идет, какое-то Балтийское море, Олмута, это осень, или вот невральный знак. Он идет, вообще, полный плеч, он говорит, а вообще, если он себе не нравится, едем, оканчивается этот фильм. Это человек, который, мы вместе были, Олег Каган, такой, мой друг, скрипачки, и Виктор, и мы от всех сбежали, и сели в машину, кстати, во время декабрьских вечеров. Был такой грязный день, теплый, хотя декабрь, но он был такой мартовский, не знаю, и вот он, увидев в лес, просто, вот этот, под Москву, поехали, и он прямо в этом смокинге радовался какому-то цветочку, который то ли выжил, то ли там появился, то ли, и прямо в эту лужу, в грязный снег, в этом смокинге, значит, и стал этот человек, который радовался, вообще невероятно каким-то таким событием, а он выходит вот с такой фразой. Ну, да, у него и эта фраза была, но через пять минут по тому же факту было и другое соображение, о том же факте. Поэтому, ну, по-моему, выставил как режиссер по свою, там, именно, ну, ответил.